Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о том, что такое осенняя обработка почвы. Давно уже ушли в старину те времена, когда наши бабушки, дедушки просто перекапывали участок. Ну, максимум вносили навоз осенью, раскидывали по нему. Сейчас наука шагнула далеко вперед, и нам приходится брать во внимание многие факторы, такие как кислотность почвы. Дело в том, что в последнее время нам приходится брать во внимание такие факторы, как тип почвы, кислотность почвы. Вредители появились сейчас такие, о которых наши предки совершенно не знали. Вот поэтому осенняя обработка почвы – это очень важное мероприятие. Сейчас я вам расскажу, как его правильно делать. Первое, с чего нужно начать, это, конечно, нужно попытаться восстановить плодородие почвы. Ведь не секрет, урожай, если вырастили богатый, то, естественно, этот урожай вытащил полезные вещества из почвы. Нужно их восстановить. Многие считают, что внесем осенью минеральное удобрение, и этого будет достаточно. Нет, уверяю вас, этого недостаточно. Удобрение нужно носить комплексно. Это должны быть и минеральные вещества, и обязательно органические вещества. Компост, перегной, навоз тот же самый. Вот органические вещества довольно длительного действия, поэтому вносить их рекомендуется где-то в среднем раз в 3-4 года. Если у вас, конечно, почва не совсем бедная, не совсем истощенная, либо вы целину возделываете, тогда желательно первое время каждый год вносить органические удобрения. Осень – наиболее благоприятное время для того, чтобы улучшить структуру самой почвы. Вот если у вас на участке тяжелые почвы, глинистые, очень плотные, то вот осень очень хорошо внести, помимо органических удобрений, которые я говорил, минеральных удобрений, очень хорошо внести залу, очень хорошо внести песок, очень хорошо внести компост, листовой компост. Вот это все делает почву более рыхлой, более воздуха и влагопроницаемой. Если же у вас на участке почва, наоборот, легкая, песчаная, очень такая, видите, пушистая, которая не держит практически ни влагу, ни питательные вещества, опять же, очень хороший способ ее улучшить – это внесение компоста, который как раз вот песчаную почву сделает, наоборот, более плотной. Точно так же в песчаную почву очень хорошо можно внести обычные опилки. Вот эти опилки позволяют накапливать немножко воду и держать ее более долго. Ну и имейте в виду, если у вас слишком кислая почва, сейчас кислотность тоже, многие на нее обращают внимание, потому что разные растения по-разному на кислотность реагируют. Так вот, если почва у вас очень кислая, можно именно осенью попытаться немножко ее нейтрализовать, эту кислотность, добавить доломитовую муку, мел, известь, вот такие вещества, которые сделают ее более нейтральной. Ну и естественно, каждый год эту операцию нужно проводить. Еще один очень важный фактор осенью – это правильная перекопка почвы. Ну, сейчас большинство людей склоняется к тому, что перекапывать нужно следующим образом. Верхний слой земли должен уйти вниз, а нижний слой подняться наверх. Вот именно при такой перекопке у вас получается, что семена сорных трав уходят на большую глубину и уже весной не смогут прорасти, а корешки сорных трав оказываются на поверхности. Точно так же на поверхности оказываются личинки зимующих всяких насекомых, болезнетворных, бактерий каких-то, которые, естественно, от морозов от сильных погибают. В принципе, это правильный способ. Единственный дам вам совет – не разбивайте вот эти крупные комья, переворачивайте именно так, чтобы ком оставался таким же целым крупным. Видите, корешки на поверхности все, ком остался целиком. Для чего? Хорошо будет насыщаться воздухом, хорошо будет насыщаться постепенно влагой, и весной вы просто гроблями сможете это разровнять, у вас будет хороший ровный участочек. Сейчас, кстати, появилось очень много сторонников того, чтобы осенью землю не перекапывать. Ну, аргументируется многими факторами, в общем, смотрите, дело тут, как говорится, хозяйское. Глубина перекопки – это очень важный фактор. Копать обычно предлагаю на глубину штыка лопаты, вот это оптимальный вариант, именно один штык. Причем копать лучше не лопатой осенью, а именно вилами. Почему? Ну, во-первых, лопатой вы повреждаете дождевых червей, которые, как и всем известно, очень полезны для почвы, которые там живут. Ну, и самое главное, что корешки вот этой травки сорной, вы их разрубаете лопатой на части. Чем больше кусочков получится, тем больше на следующем году у вас будет урожай сорной травы на вашем участке. Вилами это сделать гораздо проще. Вы выкапываете и аккуратно вынимаете все сорняки из этой почвы. На следующий год будет гораздо меньше. Ну, и, наконец, еще один способ, который вы можете применить, это новый способ, наука движется вперед, это использовать вот такие М-препараты, так называемые, эффективные микроорганизмы. Вот здесь, в этом пузыречке, эти микроорганизмы, полезные для почвы, содержатся в огромном количестве, но как бы в спящем состоянии. Вот если вы их внесете в почву правильно, то они существенно улучшают ее плодородие. Но имейте в виду, этот препарат надо использовать при положительных температурах где-то хотя бы плюс 15 градусов. То есть, чем раньше вы это сделаете, обработку, тем лучше. Примерно в сентябре месяце надо делать. Траву вы просто связаете, свои сорняки связаете, остатки растений срезаете и не убираете с участка. Вот так они на участке остаются, поливаете раствором вот этим, который разводите в нужной пропорции, здесь все есть, инструкция. И вот эти микроорганизмы буквально сразу нападают на остатки растительные, начинают их перерабатывать. Перерабатывают, создают фактически такой природный компост на вашей грядке. Естественно, плодородие увеличивается. Вот если вы сделаете весь этот комплекс мероприятий, на следующий год, конечно, ваш участок отблагодарит вас отличным, хорошим урожаем. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. Хороших вам урожаев в следующем году! Субтитры создавал DimaTorzok